Друзья, всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале в гостях у Милы Людмилы. И сегодня я гуляю в парке Сокольники и решила записывать маленькое видео. Давно я уже в Москве, уже два месяца как я приехала в Москве, но все никак. То штатив забуду, то зарядки мало, а сегодня все взяла, шла специально, чтобы снимать это видео. Спасибо. Решила снимать я. Вы знаете, сегодня будет такая тема о ценах в магазинах. Последнее время, что я стала замечать, что цены очень подскочили, друзья. Я не знаю, как у вас, но в Москве очень подорожало все. Особенно продукты питания, которые люди пользуются в каждый день почти. Еда всегда нужна на столе. Даже вот чайная сода, пищевая сода, обычная сода, которой мы ее используем в кулинарии, было 30 рублей я покупала, 28 рублей, да, вот такая цена была на ней. А сейчас буквально на днях я в перекрестке сходила закупиться. Смотрю, там 75 рублей стоит вот эта сода обычная. Я говорю, с ума сошлись что ли? Я не знаю, откуда они берут, конечно, такие цены, но это больше 100% она подорожала-то. Вот хочу еще пойти в Ашан посмотреть, какие там цены. Ну, я как-нибудь схожу на днях и, может, даже сниму маленькое видео про цен, которые в наших магазинах сейчас. Гречка подорожала, растительное масло подорожало, мука подорожала. Мука, которая была 80 рублей, я вот французскую беру вот эту муку, в перекрестке 156 рублей. Хорошо, если удастся взять по скидке, когда она вот там 90 рублей, а так очень подорожала все, я не знаю, почему так все дорожает-то. Вроде бы своя мука, свои семечки. Они, видно, все продают на Западе, а нам вот такие цены ставит. Масло «Золотая семечка» стоило 109 рублей. Я вот покупала недавно, думаю, возьму две бутылочки, чтобы было-то. Всегда все равно нужно жарить там или печь. У меня масло уходит, хоть сливочное, хоть такое, уходит очень много. Поэтому, думаю, возьму две бутылки. Потом я пошла, смотрю, в перекрестке со скидкой уже 144 рубля, а так 164. Вы представляете, какая разница? Вы расскажите, пожалуйста, напишите в ваших регионах, какие цены-то. И еще хотела спросить, даже не то, что спросить даже, вот как вы относитесь к тому, что пробивают не те суммы, которые написаны, допустим, в ценнике. Я сегодня буквально столкнулась вот с такой проблемкой. Опять, ну это не первый раз, это уже постоянно, как будто у меня на лбу написано «Лох». С математикой у меня все прекрасно. В школе у меня отни пятерки были по математике. Вот. Подхожу к кассе, она мне говорит сумму, а у меня всего две позиции было. Ну, я так посчитала, там 280 с чем-то было. Она мне 300 с чем-то говорит. Я говорю, я не поняла, а почему так дорого? Она говорит, ну вот это, я говорю, хорошо, а это? Она мне озвучила 114 рублей, когда там было написано на ценнике 67 рублей. Представляете? Я пошла, вернулась. За мной еще мужчина стоял, хорошо, он терпеливый, ждал вот это все, пока я разбиралась с ней. Я говорю, сейчас я вам принесу ценник. Я пошла, принесла ценник, благо ценник рядом с кассой, потому что то, что я покупала рядом с кассой. Принесла, она говорит, так эта скидка была до 28 октября. Я говорю, хорошо, сегодня 31, почему вы не убрали-то? Я что ли должна эту работу выполнить? Я увидела, мне, допустим, понравилась цена, я взяла у вас этот товар. Она быстро зашевелилась. Я понимаю, это может продавец вообще ни при чем, но хотя я сомневаюсь, там они все купаются в одной, в одном котле варятся, как говорится-то. Она позвала администратора, администратор посмотрел, что-то там тынк-тынк-тынк, и она мне уже пробила, как положено. Но все равно осадок остался, знаете, неприятно. Это, во-первых, не первый раз вот такая уже канитель. Это было в ленте. И хочу заметить, что особенно вот, когда скидки, вот они делают вид, что такие умные. Ой, там не успели включить в компьютер. Там они не успели, допустим, убирать. Так а кто должен это делать? Почему такой беспредел в магазинах, в наших супермаркетах? И почему-то самое главное, что никто за это не отвечает. А если бы я у них своровала бы даже какой-то сырок там за 20 рублей, то они бы сразу вызвали милицию, составили бы протокол там, а им все можно. Я вот не знаю, вот как поступить в такой ситуации? Вот вы бы как бы поступили? Хочу сказать, я и в Ашане вот так. Ну, я, вы знаете, такая щепетильная стала в последнее время. Да дело не в том, что я жадная. Просто очень все подорожало-то. Ничего не купил, тысячи рублей уже нету. Сумка пустая, а тысячи рублей в кармане нету. И я стала все время проверять, потому что они действительно обманывают-то. И это уже постоянно. Вот я не знаю в таком случае, что мне делать. Писать заявление, допустим, жалобу. Ну, не хочется как бы неприятность. Это, во-первых, нервотрепка. Ну, а с другой стороны, сколько так можно издеваться над людьми? И это я не одна. Таких, как я, людей, ой-ой-ой, сколько. Ну, конечно, у кого-то денег много. Он, конечно, купит там на 10 тысяч. Ему и тысяча, что его обманут, ему по барабану, потому что он себе может позволить. Но есть люди, которые на пенсии. И цены растут, как на дрожжах. Не успеваешь, блин, за ними гоняться. Никакой контроль за ценами. Почему в советское время и год, и два, и три, и десять спички стоили копейка? Никто не поднимал цен. А тут не в квартал, а в каждый месяц дорожают цены. И хочешь взять что-нибудь по скидке, и тут тебя также обманут, понимаете? И смешно, и грешно. Вот честное слово, друзья. Вот если у вас были такие случаи, как вы реагировали вот на такую ситуацию? И что делать, если в следующий раз так же у меня получится? Вот даже очень интересно. Друзья, на этой прекрасной ноте я вам говорю до скорых встреч на моем канале. В гостях у милой Людмилы. Рада была с вами поделиться с такими нюансами. Конечно, вы меня извините. Может, что-то не так сказано. Но мне очень интересно, как вы поступили на моем месте. Ну что, жду ваших комментариев. Какие цены хочу узнать в ваших городах? Так же все дорожает, как у нас. Кто впервые на моем канале? Подпишитесь, нажимайте на колокольчик, поделитесь в соцсетях своими друзьями. Вам не тяжело, а мне будет очень приятно. И до скорых встреч, мои хорошие. Пока-пока!